Утренний эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем вместе с программой Утренний Фреш. Я, Павел Михно, расскажу о погоде на день и культурных событиях Гомеля. Также познакомлюсь с другими интересными фактами и событиями. Сегодня по прогнозам синоптиков на территории Гомельской области ожидается переменная облачность, в некоторых районах вероятны грозы. Воздух прогреется до 28 градусов, ветер будет северного направления скоростью до 3 метров в секунду. Шедевры ветковской школы иконописи представлены в филиале Ветковского музея старобрячества и белорусских традиций в Гомельском парке. Посетители могут увидеть около двух десятков икон 18-20 веков из фондов музея и частных коллекций, а также уникальную фотографию иконописца за работой местечко-ветка Гомельской губернии, сделанную в 1907 году и хранящуюся в фондах Российского этнографического музея в Санкт-Петербурге. Широко представлены экспедиционные записи и фотоматериалы, которые проливают свет на историю создания той или иной иконы. Выставка продлится до 14 июля. Новый концерт в рамках онлайн-проекта «Музыка без границ» представляют артисты Гомельской областной филармонии. Выступление камерного оркестра под управлением дирижера Андрея Глазенкова совместно с ведущими солистами филармонии Ольгой Кузьменко и Константином Горошко записано в колонном зале Дворца Румянцевых и Паскевичей. Выступления украшают партии замечательного флейтиста, лауреата международных конкурсов Александра Рябинка. В программе концерта отрывки из лучших произведений зарубежной и русской классической музыки, арии из опер и оперет, современные композиции для кинофильмов и популярные инструментальные пьесы. Концерт можно увидеть, не выходя из дома, посредством компьютера или смартфона. Посетив сайт филармонии gomelfil.by Спектакль с элементами хореографии по пьесе Зиновия Сагалова «Три жизни» Айсидора Дункан. Гомельчанам и гостям города представят 9 июля Народный театр-студия «Классик» и студия современной хореографии «Тандем». Оригинальное действие развернется вечером 9 июля под воздушным шатром площадки грота, дворца Румянцевых и Паскевичей в Гомеле. Посредством танца, слова и живых скульптур актеры расскажут о жизни и любви великой танцовщицы Айсидоры Дункан. Хореографическую партию исполнит Ирина Аболенцева, а в роли Айсидоры Елена Фролова. В спектакле будут звучать джаз и классика, произведения Шопена, Бетховена, Баха, Мендельсона и других великих композиторов. Количество мест ограничено, проведение мероприятия будет организовано с соблюдением санитарных и противоэпидемиологических требований. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня приглашаем посмотреть фильм «Прежде чем я усну». Фильм снят по одноименному роману Стивена Уотсена, в основе которого реальное событие. Это история о женщине, потерявшей память. Каждое утро последние 20 лет просто исчезают из воспоминаний Кристин. И каждое утро ей приходится по крупицам восстанавливать собственную жизнь, вспоминать мужчину, лежащего рядом с ней, который в действительности является ее мужем. Муж говорит, что потеря памяти – результат автомобильной аварии. Но так ли это на самом деле? Если вы любитель запутанных и непредсказуемых поворотов судьбы, вам понравится эта драма. Смотрите сегодня в 22.00. Завтра на телеканале «Беларусь и Терегомель» зрителей ожидает еще один захватывающий фильм «Глубокое синее море». По сюжету ученые подводной лаборатории «Акватика», разрабатывая препарат от болезни Альцгеймера, находят способ генетического увеличения мозга подопытных акул. Агрессивные и злобные хищники превращаются в думающих монстров-убийц, способных перехитрить своих создателей. Смотрите остросюжетную ленту «Завтра» в 18.25 на нашем телеканале. Любителям хорошего драматического кино телеканал «Беларусь и Терегомель» предлагает собраться перед экраном в воскресенье в 20.35. Кинолента «Дорогой Джон» для многих романтиков давно стала одной из самых любимых. Этот фильм подходит как для новых впечатлений, так и для повторного просмотра. Это кино никогда не оставит телезрителя равнодушным. По сюжету юная саванна и солдат американской армии Джон нежно любят друг друга, выражая свое чувство в письмах, которое для Джона – единственный источник радости и надежды на непрекращающейся войне. Для Джона существует понятие «долг», которое вынуждает его остаться в армии после событий 11 сентября, мешая ему исполнить обещание вернуться и жениться на девушке. Это решение отдаляет их друг от друга, и письма от саванны приходят все реже и реже. Чем закончится драматичная история, узнавайте вместе с телеканалом «Беларусь и Терегомель». К другим интересным фактам и событиям. Специалисты назвали самую опасную обувь летом – это сланцы. Их частое ношение может привести к деформации стопы. Врачи рекомендуют отдавать предпочтение обуви, которая поддерживает стопу. Стоит также обратить свое внимание на ортопедические стельки, которые помогут избежать дальнейших проблем с суставами и здоровьем в целом. Что касается обуви на каблуке, которую так любят женщины, то желательно выбирать только качественное изделие. Высота каблука не должна быть выше 7 сантиметров, он также должен быть устойчивым. Даже самую удобную обувь на каблуке не стоит носить более 4 часов. По словам специалистов, только таким образом можно сохранить здоровье ног и позвоночника. У каждого человека, который решает сбросить лишний вес, своя мотивация. Например, для одного британца мощным стимулом послужило обещание родителей приобрести для него приставку, чтобы иметь возможность наслаждаться играми. Мальчик тогда был подростком с серьезными проблемами. Британец Зак Джордж любил не только перекусить, но и побаловать себя запретными конфетами и фастфудом. Спустя годы, в свои 29 лет, Зак является профессиональным спортсменом в области кроссфита. Мало кто мог заподозрить, что накачанный и атлетически сложенный мужчина когда-либо вообще мог страдать от лишнего веса. Зак раскрыл секрет своего успеха. Сначала он полностью исключил из рациона любые вредные продукты, а через несколько недель он стал замечать, что его тело меняется и приобретает более приятные формы. После он не стал останавливаться на достигнутом и сосредоточился на спорте, так и забыв про приставку. Пользователь Джаниско воссоздал в Майнкрафт чернобыльскую АЭС. Эту зону он сделает полностью играбельной в режиме выживания. Пока Джаниско выпустил первую версию модификации, в целом он работает над картой в стиле зоны отчуждения. Пользователь надеется, что игрокам будет интересно ее изучать. Локации будут повторять реальный город Припять и окрестности опасной зоны. Пользователь даже воссоздал в четвертом блоке ЧАЭС зал управления ядерным реактором. Отмечается, что Джаниско использует реальные фотографии и снимки со спутников. Он также просит других пользователей прислать ему интересные материалы от чернобыльской АЭС. Тестовая версия карты уже доступна игрокам, а полностью она будет закончена через три года. Кошки являются настолько умными и логичными созданиями, что даже позу для сна и отдыха выбирают далеко не случайно. У каждого положения тела есть свой скрытый смысл. Если хозяин будет грамотно читать своеобразные знаки от своего любимца, то он сможет понять его гораздо лучше. Итак, разберем типичные позы для сна и расскажем вам об их истинном значении. Если кошка спит калачиком, значит, либо ей холодно, либо животное не исключает того, что на него могут напасть во время сна. Поэтому кошка интуитивно пытается защититься. Если же уснула на спине, значит, кошка чувствует себя под защитой в вашем присутствии. А вот если животное выбрало для сна шкаф, полку или другое пространство, значит, оно видит в ком-то из членов семьи угрозу и таким способом ограничивает доступ к себе. Также кошка может выполнять роль синоптика. Если вы заметили, что она спрятала во сне свою мордочку, значит, скоро наступит похолодание. Но если ваш питомец спит на боку, значит, она максимально расслаблена и полностью вам доверяет. Сегодня в вечернем эфире смотрите программу «Добрый вечер, Гомель». Это разговор на актуальные темы, рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области. Интересные гости в студии и известные ведущие телерадиокомпании «Гомель». Включайте телеканал «Белорусский Терегомель» в 20.25. Это прекрасная возможность. Приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Павел Михно. Сегодня пятница, впереди выходные. Желаю вам продуктивного рабочего дня и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова